Корабли и миниатюрный Кремль в Химках продолжают благоустройство дворовых территорий. С каждым месяцем в округе появляется все больше мест для прогулки с детьми. Лилия Блохина живет в доме номер 14 по проспекту Мира и уже успела оценить новую детскую площадку. Площадка относительно недавно появилась. Нам она очень нравится. У меня еще сын трехлетний. Нам очень нравится. Она для разных возрастов. Мы вот с племянницей гуляем. Она постарше. И ей интересно, и маленькому интересно. Но очень довольна площадкой. Она яркая, очень красивая. Дети в восторге. Помимо площадки для игр, обратили внимание на прилегающую территорию. Около месяца назад здесь расширили проезжую часть, покрасили ограждение, установили новые лавочки и подровняли кроны деревьев. Качество проведенных работ проверил глава округа Дмитрий Волошин во время своего обхода по старым химкам. Без замечаний не обошлось. Глава поручил привести в порядок ограждение и произвести тщательную уборку. Во дворе дома номер 7 по улице Чапаева Екатерина Шолохова часто гуляет со своими сыновьями. Говорит, раньше территория была неухоженной, детям было негде играть. В феврале обратилась к властям. Возвели площадку полтора месяца назад. Было обращение у нас по поводу нашего двора, чтобы сделали. Вот сегодня мы принимаем эту работу. Правда, пораньше, чем мы очень рады. Сделали нам площадку, как и обещали. Дмитрий Волошин проверил состояние придомовой территории. Поручил разобраться с трубами водоотвода, чтобы вода не стекала на тротуар. А также завести песок на детскую площадку. За предыдущие пять лет мы благоустроили более 70% химок сегодня. И мы эту работу продолжим на ближайшие три года, для того, чтобы окончательно закончить благоустройство всех дворов в городе. Всего по губернаторской программе к осени будет благоустроено почти шесть десятков дворов.